Здравствуйте, глубоко уважаемые члены жюри и уважаемые коллеги. Разрешите представить вашему вниманию доклад на тему «Определение концентрации кальпротексина у пациента с синдромом раздраженного кишечника». Распространенности СРК среди населения в мире более 10-13%, где синдром раздраженного кишечника является хроническим функциональным заболеванием желудочно-кишечного трапка с нарушением моторики, а также всасывательные функции и проницаемости кишечника. Его клинические симптомы ухудшают качество жизни пациента в любом возрасте, поэтому очень важно своевременно диагностировать данные заболевания. Исследования последних лет подтверждают увеличение количества заболеваний кишечника органической и функциональной природы. Существуют методы неинвазивной диагностики, позволяющие определять биомаркеры фекалиев, например, фекальный кальпротектин. Кальпротектин выделяется скалом при повреждении слизистой оболочки кишечника и обнаруживается даже в незначительных количествах фекалиев. При воспалительных заболеваниях уровень кальпротектина повышается до нескольких тысяч по сравнению с уровнем у здоровых людей. Этот метод используется для дифференцирования органических заболеваний с воспалительной инфильтрацией от функциональных заболеваний кишечника. Цель данного исследования – это оценить информативность неинвазивного теста, определение кальпротектина в фекалиях в качестве дифференциальной диагностики органических и функциональных заболеваний кишечника. Определяли уровень кальпротектина при проведении анализа кала, где международное референсное значение кальпротектина – менее 50 микрограмм на грамм – это считается норма. Но в лаборатории медицинского центра, где проводилось исследование нормативы кальпротектина такие, норма – менее 80 микрограмм на грамм. При воспалительных заболеваниях умеренное повышение – 80-160 микрограмм на грамм. При подозрении на онкологическое заболевание – выраженное повышение – более 160 микрограмм на грамм. В ходе статистического исследования было проанализировано амбулаторные карты 31 пациента, которые наблюдались у гастроэнтеролога с предварительным диагнозом СРК – воспалительное заболевание кишечника под вопросом. На слайде представлены результаты данного исследования, где у 21 человека показатели в пределах нормы, где результаты колоноскопии подтвердили полное отсутствие изменений в кишечнике. У 6 человек – умеренное повышение кальпротектина. При проведении колоноскопии у 2 человек не было изменений слизистой кишечника, у 1 – неспецифический язвенный калит, и у 3 – неинфекционный калит минимальной степени активности. У 4 пациентов выраженное повышение кальпротектина. При проведении колоноскопии у 1 пациента был выявлен аденоматозный полип толстой кишки, что является предраком. В дальнейшем была приведена экстизия. У другого пациента обнаружилась дивертикулярная болезнь. У двух – неинфекционный колит умеренной степени активности. Все это подтверждено гистологически. В заключение хочется сказать, что концентрация кальпротектина является достоверным критерием для дифференциальной диагностики функциональных воспалительных заболеваний кишечника. В большинстве случаев показатели нормальных значений фекального кальпротектина говорят о наличии функциональных нарушений кишечника. Это позволяет уменьшить количество инвазивных исследований. Повышенный уровень кальпротектина является предиктором воспалительных изменений. В редких случаях это не является показателем ВЗК, где диагноз устанавливается после полоноскопии. Спасибо за внимание.